Всем привет, мои дорогие друзья, рад приветствовать на моем канале. Надеюсь, вам нравится сегодняшняя серия, не забывайте ставить лайки и подписываться, а также комментировать. Не забывайте, у меня есть телеграм-канал, заходите туда, можете со мной поговорить и задать мне какие-то определенные вопросы. Римуру от первого лица. Тебя зовут Буря Аоки. Как только я даю имя своему новому ребенку, в комнате раздается сильный грохот. В самом потолке теперь большая дыра, и преступник уже приближается прямо ко мне. Римуру. Римуру. Ты не сказала мне, что беременна. Я твой лучший друг, так как ты мог. Но меня больше беспокоит маленький слезняк с новым именем в моих руках. Аоки, после того как заклинание спало, вроде как немного тает. Сиээль, с малышкой Аоки все в порядке. Они просто замечательные. Все получилось даже лучше, чем я ожидал. Что ты под этим подразумеваешь? Были ли какие-то проблемы с названием? Звучит так, будто что-то пошло не так, но в конце все равно получилось хорошо. В любом случае, Сиэль что-то скрывает от меня. Если вы думаете, что услышали это в моем голосе, это было просто ваше воображение. Я из кожи вон лезу, чтобы вытащить одеяло из своего воображаемого пространства и завернуть в него Аоки, очень похоже на то, как это сделал бы любой человеческий ребенок. Это для того, чтобы убедиться, что я могу держаться за них должным образом, поскольку прямо сейчас они как бы теряют сплоченность, что усложняет задачу. Мелим, которой это надоело, подбегает ко мне и начинает трясть из-за плечи, ей не нравится, что я вроде как игнорирую ее. Подожди, она сказала, что думала, что я беременна. Подожди, подожди, успокойся, Мелим. Что заставляет тебя так думать? Почему ты вообще думаешь, что это возможно? Фрей сказал мне, что когда у кого-то рождается ребенок, это означает, что они забеременели. Рамирис сказала мне, что у тебя будет ребенок, так что это означает, что ты беременна, верно? Мелим. Я даже не знаю, что сказать, ее логика имеет смысл, но в то же время существует глубокое непонимание итога, как все это работает. Я решаю ответить как можно проще. Я не беременна, и я тоже не была беременна, ясно. Но тогда как у тебя будет ребенок, Римуру? Она невинно наклоняет голову, спрашивая. Я назвал этого слизника своим ребенком, и теперь они такие. Вот так просто. Их зовут Аоки Темпест. Мой новый кузин. Они мальчик или девочка? Они слезняки. Мелим, кажется, достаточно удовлетворен этим ответом. Я уже решил, что позволю им выбирать, хотят ли они, чтобы их считали мальчиком, девочкой или ни тем, ни другим. Нет никакого смысла навязывать слайму бинарный пол до того, как они смогут общаться. Я особый случай с воспоминаниями моей прошлой жизни, но для обычного слайма, подобного этому, это было бы странно. Я даже приложил все усилия, чтобы выбрать имя, которое сработало бы несмотря ни на что. Глаза Мелим становятся немного серьезными, когда она наклоняется ближе, прижимая ладонь к уголку рта, ты ведь не умираешь, правда? Спрашивает она резким шепотом. Я закрываю глаза и качаю головой, нет. Я так не думаю, отвечаю я, пожимая плечами. Мелим, кажется, снимает скрытое напряжение со своих плеч и заключает меня в объятия. Это хорошо. Я не знаю, что бы я сделал, если бы ты собирался, точка. Я совсем чуть-чуть нажимаю на Мелима, чтобы не раздавить Аоки, это на удивление сложно даже сейчас. Я иногда забываю, насколько Мелим силен. Ахахаха. Это верно. Мы бы этого не хотели, точка. В этой комнате, по крайней мере, несколько человек, у меня такое чувство, что они сошли бы с ума, если бы я умер. К таким непредвиденным обстоятельствам всегда нужно быть готовым, точка. Сирл. Не время думать об этом, хорошо. Мелим наклоняется ближе, оказываясь лицом прямо рядом с Аоки, которого я баюкаю одной рукой, совсем как младенца. Ее глаза немного светятся, когда она пристально смотрит на моего нового ребенка, я думаю, с любопытством и немного обеспокоенностью. С ними все в порядке. Они кажутся немного расплавленными. Она несколько раз пробно тычит в них пальцем, но ответа не получает. Их душа кажется прекрасной, но их тело совсем мягкое. Они просто спят. Я думаю, что название утомила их точка. Но это ненормально, верно. Присвоение имен наполняет монстров энергией. Случай Аоки, особенный. Как скажешь, подружка. Но, в то самое время, когда Мелим нежно тычит Аоки, Вильза Эрде появляется прямо рядом со мной и начинает ткнуть меня в щеку. Ты в порядке, правда, братишка? Ты не терял сознание и кажешься достаточно стабильным. Вильза Эрде явно обеспокоен, поскольку я только что назвала своего маленького Аоки. Ее глаза становятся золотистыми, когда она переводит взгляд с нас двоих на нее. Однако через несколько мгновений она, кажется, удовлетворена. Вы двое, больше похожи, чем я думал, комментирую я, и она мягко улыбается. Вильданова был прикован к постели на год после того, как дал имя Мелим. Подожди, он был. Спрашивает Мелим, в ее тоне сквозит немного вины. Никто никогда не говорил мне этого раньше. Вильза Эрде успокаивающе похлопывает Мелима по плечу, по крайней мере, Римуру, кажется, не в том состоянии, в каком был после того, как назвал своего ребенка. Я очень волновался, но, похоже, он не лгал, когда говорил, что все пройдет хорошо. Вильза Эрде переводит взгляд на Аоки, слегка щурится и снова сияет. Интересно. Это все, что она говорит в ответ. Римуру. Я должен поддержать твоего ребенка. Вилдора гремит с другого конца комнаты, теперь гордо подбегая ко мне. Он широко улыбается и явно взволнован. Я не хочу, чтобы его дурные привычки передались Аоки, но позволить ему сохранить их должно быть нормально. Конечно, Вилдора, конечно. Дядя Вилдора идет, малышка. Приготовя встретить мое величие. Кричит он, прежде чем кто-то влетает через Мелимбреж в потолке и впечатывает его лицом в пол. А, привет, Вилгринд. Масаюки. На спине Вилдоры стоит Вилгринд, а Масаюки сидит на ней верхом, обвив руками ее шею. Он смотрит вниз на Вилдору, прежде чем спрыгнуть вниз и отряхнуться. Слегка почесав в затылке, он спрашивает свою жену, он действительно заслужил это, Грин. Я не думаю, что Вилдора делала что-то не так. Нет, милая, он делал что-то не так. Знакомство с моей новой племянницей или племянником раньше, чем с его старшей сестрой. И даже не потрудились рассказать мне об их рождении. Хи-хи, я думаю, да. Затем Масаюки поворачивается ко мне, кто это счастливица, Римуру. Я знаю, что у тебя много подчиненных, которые... Неужели никто не понимает, как работают слизи? Нет, нет, это не так. Римуру только что назвал их своими детьми. От него никто не забеременел и не забеременеет. Мелим, пожалуйста. Я умру от смущения, если она продолжит говорить подобные вещи. Римуру. Ты должен был рассказать мне об этом. Почему меня не пригласили посмотреть, как назовут мою новую племянницу? А нет, Вильгрин теперь злится на меня. В этом не было необходимости. У него уже есть старшая сестра, которая следит за присвоением имени. Вильзаирде ехидно вмешивается, прежде чем я успеваю ответить. Это определенно необходимо. Я заслуживаю быть на подобном мероприятии. Больше, чем ты, Вильзаирде. Римуру специально пригласил меня остаться, чтобы посмотреть, как назовут его ребенка, но тебя даже не проинформировали об этом. Младший брат даже пригласил Вилдору, но не тебя. Я думаю, это ясно показывает, кого он предпочитает видеть на месте проведения такого важного мероприятия. Дамы, это не входило в мои намерения. Вильзаирде уже был в Tempest, и, конечно, Вилдора тоже. Я пытался держать это в секрете так долго, как мог, так вот почему я тебе об этом не рассказывал, Вильгрин. «Хранишь секрет от своей дорогой старшей сестры?» Спрашивает она, и в ее голосе звучит легкая обида. Я собирался рассказать тебе позже. Я вздыхаю и пытаюсь еще немного успокоиться, прежде чем уговорю обеих сестер-драконов сесть. Мне пришлось пообещать провести время с ними обоими и пригласить Аоки, отдельно, конечно. Я пытаюсь сосредоточиться на положительных сторонах своих мыслей в данный момент и обращаюсь к своим подчиненным. Кто-нибудь хочет поприветствовать их первым? Я спрашиваю, желая, чтобы другие получили шанс познакомиться с Аоки. Члены моей семьи только что окружили меня толпой, и большинство людей не стали бы вмешиваться в дела настоящих драконов, особенно когда они так взвенчены, как сейчас. Итак, требуется небольшой толчок, чтобы заставить их высказаться. Как я и думал, один черноволосый демон первым подходит прямо ко мне, одаривая меня той же жуткой ухмылкой, которую он обычно носит. Ку-фу-фу-фу-фу, да, они станут прекрасным дополнением к твоей линии. Восклицает он, когда получше разглядывает слизника, свернутого в моих руках. Он весь улыбается, но я могу сказать, что он завидует тому вниманию, которое я уделяю Аоки. Я знаю Диабло достаточно хорошо, чтобы понять это. Тем не менее, как обычно, он придерживается своих манер в моем присутствии, я просто надеюсь, что он сделает то же самое, если его когда-нибудь оставят наедине с моим ребенком. Я до сих пор помню, что произошло, когда я в последний раз поручил ему присматривать за детьми. Тем не менее, маленький Аоки, вероятно, сможет справиться с собой намного лучше, чем эти мальчики. Скорее всего, в конечном итоге они станут одними из сильнейших монстров в мире, так что, если дело дойдет до драки, они будут намного более способными. Следующий, моя правая рука Бенимору, вместе с Шуной. Мамиджи и Альбис тоже здесь, совсем рядом. Я осознаю кое-что, о чем я действительно не думал несколько лет. Альбис и Мамиджи на самом деле все еще беременны. Я сделал несколько комментариев по этому поводу, кажется, много лет назад. Однако на данный момент мне как бы просто жаль их, особенно зная, что я сама успешно родила ребенка чуть более чем через 5 месяцев, если мои расчеты верны. Может быть, мне следует каким-то образом помочь им ускорить процесс. Но. Ид на самом деле не мое дело вмешиваться во что-то подобное. Если Бенимору или кто-то из них спросит, возможно, но я не собираюсь подсказывать. Хих, похоже, этим я тебя опередил, а, Бенимору. Щеки Бенимору немного краснеют, он, вероятно, вспоминает все случаи, когда Соуэй называл его, поздним цветком. Я уверен, что идея о том, что у настоящего дракона перед ним ребенок, существо, которое даже не должно быть способно рожать детей, тоже не помогает. Его глаза несколько раз отводятся в сторону, прежде чем он наклоняется ближе и шепчет, по крайней мере, я больше не девственник. Вы не можете сказать то же самое, даже несмотря на то, что у вас теперь есть ребенок, лорд Римору. Я немедленно обижаюсь. Большая часть меня хочет стереть эту ехидную улыбку с его лица прямо сейчас, но я не хочу устраивать сцену, или случайно убить его. И то, и другое было бы не лучшим способом отметить вечеринку по случаю дня рождения Аоки. Если бы это действительно произошло, возрождение было бы вполне возможно, но все же, я не думаю, что убивать моих подчиненных, это вообще нормально, тем не менее. Бенимору, кажется, чувствует опасность в выражении моего лица и немного, медленно отступает. Брат. Шуна ругается, ее хмурый взгляд очевиден. Несмотря на усилия Бенимору, Шуна отчетливо слышала, что он мне только что сказал. Лорд Римору, я-я просто пошутил. Он заикается под давлением как со стороны меня, так и со стороны Шуны. Да, конечно, ворчу я, все еще злясь на него. Я уже придумываю способы отомстить ему за это позже. Может быть, я мог бы попросить его быть тем, кто объяснит все это Гаю на моем месте. Ты не позволишь ему уйти безнаказанным, не так ли? Шуна спрашивает двух жен Бенимору, и обикивают в знак согласия, на их лицах появляются садистские улыбки. Мы можем заверить вас, что он этого не сделает, отвечает Альбис. Да, мы можем проломить ему череп из-за этого, добавляет Мамиджи. Бенимору нервно сглатывает, его лицо становится похожим на лицо призрака. Я надеюсь, ты повеселишься сегодня вечером, Бенимору. Я похлопываю его по плечу. Подождите, мой господин, пожалуйста, скажите им. Ничего не поделаешь, Бенимору. Я не собираюсь вмешиваться в ваше семейное дело. Просто радуйся, что Хакуру не вмешивается в это точка. Я улыбаюсь и отхожу Саоки, чтобы остальные тоже могли поприветствовать их. Альбис и Мамиджи кланяются передо мной и Аоки, что выглядит довольно неловко. Затем они говорят в унисон. Наши дети будут самыми верными подчиненными вашего ребенка. Я полусерьезно киваю им, спасибо. Следующая, Сион, ее лицо все красное, а глаза заплаканные. Откровенно говоря, она в ужасном состоянии и тихо плакала на протяжении большей части этого мероприятия. Эта улыбка, которая у нее сейчас, не делает ничего, чтобы скрыть ее явную ревность и то, как она расстроена. Я знаю, что она пытается это скрыть, но у нее это получается намного хуже, чем у Диабла. Я с так счастлива везоте тебя, Эль Лорд Эрри Муру. Выполивает она с вымученной улыбкой. Они с такие милые, а а иди. Сион замолкает, явно задыхаясь, в то время как из ее глаз начинает течь новая порция слез. Шуна возвращается, хватает ее за рукав и тихо начинает уводить рыдающий беспорядок, в который превратился Сион, из комнаты, дверь за ними быстро закрывается. По крайней мере, Сион сегодня достаточно владеет собой, чтобы не разрушать окружающую обстановку, когда она рыдает. Двигаемся дальше. Габиру неторопливо подходит ко мне, высоко подняв подбородок. Лорд Эрри Муру. Позволь мне выступить перед твоим ребенком. Выступаешь. Ты имеешь в виду, петь и танцевать. Я внутренне слегка вздыхаю. Я знаю, что это одно из увлечений Габиру, но действительно ли сейчас время для подобных вещей? Нет, нет. Я бы не стал делать здесь ничего подобного. Я соорудил нечто более элегантное и потрясающее для этого особого случая. Стихотворение. Почему у меня появляется неприятное чувство в животе? Ну, хорошо, Габиру, продолжай. Я, напротив, в восторге от этого, но Габиру просто выглядит таким взволнованным и гордым тем, что он создал стихотворение для Аоки. Я решаю, что было бы неплохо немного побаловать его, прошло много времени с тех пор, как он делал что-то слишком возмутительное. Это очень плохая идея, точка. Все в порядке, это не похоже на то, что это убьет нас или что-то в этом роде. Если ты настаиваешь, точка. После этого он внезапно оказывается одетым в обычный черный костюм в комплекте с галстуком-бабочкой. Я не знаю, когда и как он это сделал, но у меня было не так много времени, чтобы еще раз подумать, когда он начал. А, величественный синий. Как это отражает невинность. Мягкий и постельно прохладный. Восхитительно сильный. Имя, достойное своей связи. Благослови Лил Слайм. ТССС, он заслуживает спокойного сна. Для Аоки Темпест, дитя нашего господа, точка. Если бы я уже не был уверен, что моя продолжительность жизни бесконечна, я бы подумал, что прослушивание этого стихотворения просто отняло у меня несколько лет. Очень мило, Габиру. Я изо всех сил пытаюсь скрыть отвращение на своем лице. Я знаю, что у парня добрые намерения, но это стихотворение было немного перебором. Я отчасти рад, что Аоки спит и ему не пришлось этого терпеть. Как ни странно, Сиэль тоже обеспокоен его выступлением. Наверное, мне стоило послушать ее, потому что теперь это дурацкое стихотворение застрянет у меня в голове. Габиру, кажется, достаточно удовлетворен этим комплиментом, когда он ускользает, в то время как я замечаю, что некоторые из моих подчиненных надувают губы. Далее моя троица демониц, две из которых помоложи, как обычно, занимаются этим, направляясь ко мне. Я буду первым, кто представится наследнику лорда Римуру. Нет. Я не позволю такой лоле-сучке, как ты, познакомиться с ними первый. А да. Я думаю, это намного лучше, чем взрывное оружие для сорванцов, черт возьми, увидеть дитя нашего господа раньше меня. Подожди, ты только что подвергла цензуре эти оскорбления, Сиэль. Нравится, по-настоящему. Нашему ребенку не нужно слышать о таких зверствах. Тестероса берет головы обеих демонез в свои руки и ударяет ими друг от друга с металлическим лязгом, в результате чего раздаются стоны и новые цензурированные оскорбления. Лорд Римуру, мы пришли, чтобы выразить нашу преданность вашему ребенку. Тестероса мягко говорит с приятной улыбкой. Да, конечно, но прямо сейчас они спят, просто чтобы ты знал, так что, может быть, это может подождать позже. Честно говоря, Ультима и Карьера явно не в том настроении, чтобы сейчас вообще взаимодействовать с Аоки. Я думаю, что столкновение, возможно, немного охладило их головы, но все же. Я не ожидаю, что они причинят вред моему маленькому слизнику, но я хочу быть в безопасности. После этих трех все было как в тумане. Особенно когда Адалман выступил со своей обличительной речью. Тем не менее, я все равно должен был поприветствовать всех. Я несколько раз позволял Сиэлю взять управление на себя, чтобы понаблюдать за некоторыми наиболее неприятными взаимодействиями и позаботиться о них, даже если никто не мог сказать. Это облегчило мне некоторые из них. В конце концов, я справился со всеми в комнате таким образом, за исключением моих гостей из преисподней, которые уединились в задней части комнаты. Меня это немного раздражает, поскольку частью приглашения их сюда было дать им почувствовать себя включенными. Итак, я приглашаю их к короткому мысленному общению. Я могу понять чувство дискомфорта в такой личной ситуации, поэтому я выражаюсь более свободно. Им не нужно подниматься сюда, если они этого не хотят. Я знаю, что Ирума все равно придет, хотя, как я понял после всего этого времени, у него большие проблемы с тем, чтобы сказать кому-либо «нет». Это означает, что его возвращение в том виде, в каком он есть сейчас, всегда было гарантировано. По крайней мере, насколько я могу судить. Теперь, когда все немного успокоилось, я сижу рядом с Аоки. Я бы положил их на алтарь с маленькой подушкой, поскольку именно так мои подчиненные всегда оказывали мне уважение, когда я сплю. Ирума молча стоит передо мной, с любопытством разглядывая маленькую слизь в течение нескольких мгновений. По какой-то причине, мне пришло на ум, как долго он пробыл здесь, в Tempest, затем я понял, не должен ли он немного потренироваться, пока у него есть такая возможность. Ирума ранее говорил о желании стать сильнее, чтобы он мог больше помогать людям, и, по моему скромному мнению, такое место, как Tempest, является идеальным местом для этого. Я надеюсь, что вся эта затея с Аоки не свидет под откос время, которое у него осталось до того, как мы отправимся обратно в загробный мир. Это тот самый маленький слезняк. Я и раньше замечал, что они вели себя по-другому, но теперь они такие разные. Я думаю, они намного сильнее, и от них исходит то же присутствие, что и от тебя, когда ты не скрываешь свою ауру полностью, или, я думаю, действительно похожая точка. Он не ошибается насчет ауры Аоки, она просто изливается, а не сдерживается полностью. Однако, это тоже не совсем безудержно. У меня такое чувство, что они копируют мою технику поглощения моей собственной ауры, чтобы быстрее пополнять свои магические запасы. Или в данном случае, поскольку кажется, что магические предметы не проблема. Возможно, это просто потому, что им нужно больше собственной силы на палубе, чтобы интегрировать то, что я им дал. Я никогда не был до конца уверен, как это работает, это не то, что легко понять, и Сиэль делает все это за меня. Это одна и та же маленькая слизь, Ирума. Я стараюсь говорить просто и прямолинейно, я прекрасно знаю, что Ирума может не понять этого, если я начну с большого монолога. На данный момент он не постиг большинства вещей, связанных с магией, и он также не приобрел никаких собственных навыков. Эту часть я тоже все еще нахожу необычной, поскольку его воля ни в коем случае не слаба. Извините, если это прозвучало грубо. Он нежно потирает заднюю часть своей шеи. Просто как-то трудно поверить, особенно с тех пор, как я спросил, ты настаивал, что они не твои дети. Кажется, ты только что внезапно передумал точка. Я вздыхаю и пощипываю переносицу, думаю, сейчас самое подходящее время, чтобы, наконец, поставить точку в объяснении. Ну, они такие. Мне не нравится видеть рожденных магией таким образом, но во всех смыслах этого слова они порождены своим прародителем. Просто неприятно думать о них таким образом, потому что это в конечном итоге делает их сильнее. Вдобавок ко всему, как бывшему человеку, мне неприятно думать, что у меня может быть пара миллиардов маленьких детей, бегающих повсюду, скопированных из какого-то волшебного формата, который я случайно распространил, просто существуя. И Рума снова молчит, я думаю, что, возможно, я пугаю его длинными объяснениями. Или, может быть, это просто он воображает, что у меня будет так много детей, я не знаю. Итак, я откидываюсь назад и выгляжу немного более невозмутимым. Что касается Аоки, то мы вложили в них много труда, передали им частички себя и построили с ними очень прочные отношения. Так что я в порядке, признавая правду об этом, хорошо. И Рума медленно начинает кивать. Я думаю, в этом больше смысла. Спасибо тебе за объяснение, Римуру. Я киваю и на минуту опускаю голову, чувствуя себя измученным. Не физически, конечно, но морально. Неделя была изнурительной. Сегодняшний день выдался утомительным. Следующие несколько дней тоже будут утомительными. Салливан помогает Ируме подняться в святилище, где он сидит, скрестив ноги, а затем складывает руки вместе, чтобы прочитать небольшую молитву. Это мило, честно. Я не знал, что Ируме нравится молиться, а молиться моему ребенку немного странно, но если это делает его счастливым, я не против. После этого опера и Салливан делают то же самое. Только после всего этого Салливан обращается ко мне напрямую. Ты действительно молод, понимаешь? Я имею в виду, иметь такого маленького ребенка для демона. Я ведь не демон, не так ли? Я знаю, что это не совсем так, но в некотором смысле это так. Ты, по крайней мере, больший демон, чем любой демон в преисподней. Салливан поправляет меня, и он прав. Я больший демон, чем любой из них. Так что, я думаю, поговорка все еще подходит. Мне просто показалось странным, что ты так быстро справился с этим. Хотя, я думаю, тебя было легко убедить и в моих собственных целях. Старик снова прав. Кажется, он может просто наматывать круги вокруг меня, когда действительно этого хочет. И все же, к чему ты это ведешь? Я наклоняю к нему голову. Просто. Ты сделал это быстро, и ты уверен в себе. Ты решительный, и это хорошо. Даже если это можно неправильно использовать, я не думаю, что это здесь. Я хотел спросить, как бы вы справились с этим, поскольку я все еще хотел бы, чтобы вы помогли присматривать за Ирумой. Салливану приходится пройти долгий путь, чтобы попасть туда, но суть становится ясна, когда он там оказывается. Он хочет убедиться, что наше маленькое соглашение не расторгнуто из-за моей новой ответственности. В этом есть смысл. Я понимаю его беспокойство, но я не хочу оставлять Ируму позади. Это значит, что мне нужен план, как справиться с тем, что у меня есть собственный ребенок и что я хочу присматривать за Ирумой. Я думаю, я могу придумать что-нибудь для этого, но это может быть немного психологически утомительно. Я вздыхаю. Мне нужно преодолеть свои проблемы с параллельным существованием. Вы неправильно использовали навык. Я немного дрожу от того, что мои мысли внезапно сошли с рельсов, тем более что Сиэль обычно не был со мной настолько резок. Ты неправильно используешь навык, и я отказываюсь разгрыбать тот беспорядок воспоминаний, который ты из-за этого навалил на свою половину души. Она уже начинает говорить как моя жена. Или, может быть, я должен сказать, даже больше, чем раньше. Что ты имеешь в виду, что я неправильно использую навык, Сиэль? Интеграция параллельного существования не должна быть болезненной, как это происходит для вас. Вы просто должны вызвать параллельную обработку и ускорение мышления, чтобы правильно каталогизировать воспоминания. Она также говорит об этом резко, как будто это одна из ее любимых обид. Итак. Я делал это неправильно, а ты мне не сказал. Это было слишком очевидно, чтобы говорить тебе. Я не хотел. Ты также несколько раз говорил мне не изменять твои воспоминания, поэтому я не могу вмешиваться в твой беспорядок, даже если это невероятно неэффективна точка. Я я вижу. Я прошу прощения, Сиэль, я все это уберу прямо сейчас. Чего ты хочешь, чтобы я сделал? При этом Сиэль показывает мне огромную диаграмму моих текущих воспоминаний, и она права. Они очень беспорядочные, многие даты неверны, и многие воспоминания нагромождены друг на друга. Некоторые из моих воспоминаний даже повреждены из-за того, сколько параллельных существований я использовал одновременно. Затем она показывает мне другую таблицу того, что она хочет, чтобы я сделал. Начните использовать параллельную обработку и исправьте это. Сейчас точка. Она действительно прямолинейна и напориста. Немного сложно справиться с Сиэлем, который на меня зол. В реальном мире я неосознанно тихо сглатываю и начинаю внутренне включать свои навыки, чтобы приступить к работе, выполняя то, что она сказала. Ты в порядке, Римуру? Салливан наклоняет голову, и на его лице появляется легкая гримаса беспокойства. Ах. Да, извини. Просто, отключился на секунду. В любом случае, я не думаю, что это будет проблемой. Я просто использую параллельное существование и здесь, и там точка. Я потираю затылок. Подожди, Римуру, разве это не заставляет тебя пай? Ирума пытается вмешаться в разговор с благими намерениями. Однако в данный момент я забочусь об этом и не хочу, чтобы мне снова напоминали. Не беспокойся об этом, я, справляюсь с этим. Так это значит, что ты все равно вернешься со мной в преисподнюю. Ирума поднимает голову, чтобы встретиться со мной взглядом, и в этот момент выглядит немного бодрее. Да, малыш. Я бы не оставил тебя вот так на растерзании волком, точка. Я мягко улыбаюсь. Было бы незрелым делать это, а я теперь отец. Спасибо тебе. Я действительно волновался в течение нескольких часов там. Я не знал, найдется ли у тебя время, точка. Его беспокойство законно, так что я не могу возражать. Я продолжаю улыбаться и думаю о том, что сказать дальше, когда снова вспоминаю о навыках. Привет, Ирума. Ты вообще слышал голос мира? Ирума поднимает бровь и качает головой. Я не слышал ничего подобного, о чем ты говоришь. Просто немного волнует, вот и все. Обычно кто-то, приходящий в этот мир, слышит это сразу, как только впервые попадает сюда, и всякий раз, когда он получает какую-то новую способность, которой у него раньше не было, точка. Я пытаюсь объяснить это в простых терминах, а затем дополнить. О навыках объявляет голос мира. А, ну, я ничего подобного не слышал, нет. Извините, если это разочаровывает, точка. Теперь он снова смотрит вниз. Этот парень. Я сказал, беспокаясь, не разочаровывает. Это не твоя вина, это просто вызывает у меня подозрение, точка. Я сажусь и фокусирую на нем взгляд, прежде чем использовать универсальное обнаружение, чтобы немного осмотреть его душу. Я ясно вижу это, помимо его связи с кольцом, он не затронут этим миром. Там пассивно плавают несколько магических предметов отсюда. Однако там нет никаких надписей или ярлыков. Мир ни в чем ему не помог. Эй, Сиэль, что это значит? Даже обычный человек обладает несколькими навыками, даже если они относятся к базовому разнообразию. Я предположил, что вы предпочли бы, чтобы этот человек не приобрел никаких мощных навыков во время посещения нашего мира. Поэтому я предпринял действие, чтобы голос мира не мог взаимодействовать с их душой, точка. Я чувствую, как мои глаза расширяются, и я сажусь совершенно прямо. Ты сделал что? Это такое серьезное нарушение его свободной воли, не так ли? Именно поэтому ауры были для него такой проблемой в Вальпургиевом дворце. Я ожидал, что он получит какой-нибудь навык магического сопротивления. Теперь это имеет больше смысла. Это можно легко отменить, это была простая мера предосторожности. Я не был уверен, продумали ли вы последствия приведения его в этот мир или нет, точка. Что ж... Я думаю, это правда. Я действительно не продумал это до конца, но все же... Мы не должны ограничивать его только потому, что я этого не сделал. Любой навык, который он получил бы, был бы его собственным достижением. Кто мы такие, чтобы отнимать это у него? Я отключу меры предосторожности по вашему сигналу. Я вздыхаю и снова сосредоточиваюсь на Ируме. Ну, я думаю, теперь мы с ней квиты. Ирума, тебе будет легче с тем, что у тебя осталось, хорошо. Что ты хочешь этим сказать, Римуру? Ирума наклоняет голову и теперь кажется немного обеспокоенным. Ты увидишь, не пугайся этого. Просто не люблю, волноваться по утрам или что-то в этом роде, хорошо. Я говорю это таким образом, как очень специфический намек ИСиэль, чтобы сказать ей, когда отменить то, что она сделала. Я был прав, когда думал, что предстоящая неделя будет хаотичной. Ирума от первого лица. Примечание. Я вскрикиваю, чуть не выпрыгиваю из собственной кожи и падаю с кровати, когда странный голос раздается в моей голове. Я едва проснулся. Что это было? Объединение желаний и базовых способностей в навыке. Будет обнаружен. Будет признан. Раса, идентифицированная как человеческая точка. Что ж. Ах, да. Я человек, но кто ты? Ты говоришь как Сиэль, но еще злее. Примечание. Приобретение врожденных человеческих навыков, успешно. Обретение сопротивлений, успешно точка. Ум. Спасибо тебе. Я слышал о навыках от Римуру. Я не знал, что у меня тоже должно было быть немного. Внимание, приобретается базовый навык, увеличение тела. Успешно. Приобретаю базовый навык ускорения мысли. Успешно точка. Подожди. Ты голос мира. Этот мир. Примечание. Получение дополнительных сопротивлений в знак признания подвигов. Успешно. Текущее сопротивление следующее, сопротивление магии, сопротивление физической атаки и сопротивление атаки ядом точка. Подожди. Значит, монстры больше не причинят мне вреда, когда выпустят свои ауры. Или, я думаю, у меня будет лучшее сопротивление к этому. Примечание. Признана защита высшего существа, получение высшего благословения, герб пустоты точка. Какое более великое существо? Что такое, пустотный грибень? Подождите, это как-то связано с богом пустоты Азататом. Разве это не умение Римуру? Я снова вскрикиваю, когда мне наконец удается подняться с пола, чувствуя, как мое тело на несколько мгновений сотрясается от небольшого ощущения опустошения. Дверь внезапно распахивается. Сэр Ирума, с вами все в порядке? Быстро спрашивает Кейтлин с порога, ее голос звучит крайне обеспокоенно. Я, в порядке, но не могли бы вы, пожалуйста, привезти Римуру для меня? Эээ, да-да. Сию минуту. Я сообщу его величеству Римуру, что вы хотите срочно его видеть. Я сижу на краю своей кровати, у меня немного кружится голова от всего этого. Римуру предупреждал меня, но я никак не мог ожидать, что это произойдет. Это было немного страшно. Я прикрываю глаза руками и немного потираю их, сонливость ушла из моего разума, но не с лица. Затем я чувствую что-то знакомое, и когда я снова открываю глаза, я нахожусь в другой комнате. Это кабинет Римуру, и я на диване. Эй, ты выглядишь довольно потрясенным. Что происходит? Спрашивает Римуру, держа в руках сверток с одеялом, который, как я могу только предположить, а окей, все еще спящий с прошлой ночи. Это вещь, говорящая голосом мира. Я думаю, он использовал мысленное общение со мной, и он сказал кучу вещей, которые едва имели смысл, но по какой-то причине я понимаю это в деталях. Я не знаю, что происходит. А, ты расстроен этим? Хм, я думал, моего небольшого предупреждения будет достаточно. И вот я был здесь, думая о худшем точка. Эээ, ты не самый лучший в объяснении вещей иногда. Прости. Я слышал эту вещь так много раз, что, наверное, недооценил, насколько неприятной она может быть. Хих, когда я услышал это в первый раз, я подумал, что это просто из-за потери крови, когда я умирал на улице, так что, думаю, я не могу винить тебя. Эээ, ладно. Я даже не знаю, как на это реагировать. Но, эээ, у меня есть эта штука, которая называется, герб пустоты, это имеет какое-то отношение к тебе. Голос сказал, что это ад, более великого существа, точка. А, так ты и это понял. У вас даже есть версия с крутым звучанием. Молодец, Ирума. Римуру одаривает меня ухмылкой и поднимает большой палец в знак одобрения. Я продолжаю рассказывать Римуру о других навыках, которые я получил. Мне объяснили, что сопротивление не означает иммунитет и что я не должен слишком полагаться на них, иначе я могу пострадать. Это действительно приятно знать. Но, даже после некоторых небольших разъяснений, у меня все еще остается один животрепещущий вопрос. Почему голос мира звучит как Сиэль? Хи-хи, а да, это... На самом деле все наоборот. Сиэль звучит как голос всего мира. Не сравнивай меня с этим низшим созданием, созданным несуществующим богом. Сиэль, еще более холодным тоном, чем обычно, прерывает из другого конца комнаты. Я не замечал, что она была здесь до этого момента. Давай, Сиэль. Честно говоря, это действительно было первым точка. Это спорно. Она язвит в ответ и забирает маленький сверток из рук Римуру, чем Римуру, кажется, раздражен. И тебе, наверное, тоже не стоит оскорблять отца Мелим. Римуру указывает. Хм. Сиэль слегка раздражается, похоже, не соглашаясь. Подожди, когда ты попал сюда, Сиэль. Я спрашиваю с любопытством. Я всегда со своим учителем, решительно отвечает Сиэль. Нет, я имею в виду, физически. Я уточняю. Я всегда со своим учителем, повторяет она точно таким же тоном и ритмом. Я не получу другого ответа, сколько бы я ни старался, не так ли? Итак, на другой ноте. С твоими новообретенными навыками я должен найти тебе наставника. Хакуру бы сработал, и, возможно, я смогу убедить Хинату посвятить тебе немного своего времени. Подожди, тот страшный дедуля, который проткнул Гопту прямо у меня на глазах. Подожди, что? В подземелье. У них был спарринг, и он сделал это с Гоптой во время моего первого визита. Я немного дрожу, вспоминая, как это произошло и как сильно это меня напугало. Хм. Звучит так, как будто Хакуру сделал бы что-то, если бы Гопта это заслужил. Римуру пожимает плечами. Сделал бы он это, если бы я это заслужил. Наверное, нет. А, и это было нормально только потому, что это было в лабиринте, заметьте. Я не одобряю, когда мои подчиненные убивают друг друга. Я не думал, что ты делал это раньше. Хорошо. Потому что я этого не делаю. Я спрошу Хинату, сможет ли она обучать тебя, когда я увижу ее, и если она недоступна, Хакуру может научить тебя. Пока мы разговаривали, Сиэль соорудил маленькую кровать для Аоки на столе Римуру и удобно разместил их на ней. Она одаривает Римуру гордой улыбкой типа, посмотри, что я сделала, прежде чем исчезнуть в дыму, который ворвался в тело Римуру. Это мило, бормочет Римуру, глядя на маленькое местечко отдыха Аоки. Так когда они проснутся. Я спрашиваю. Насколько я знаю, с тех пор, как Римуру назвал Аоки, маленький слезняк спит. Я думаю, довольно скоро. Я подхожу ближе и смотрю на Аоки. Смогут ли они теперь разговаривать? Я не знаю. Возможно точка. А, и могут ли они стать людьми, как ты? Если нет, я уверен, что смогу их научить. Если они смогут, будут ли они похожи на тебя? Так вот как это работает, понимаешь, ведь у тебя они были немного другими точка. Я думаю, должно быть какое-то сходство, но я действительно не знаю. И еще, как, подожди. Римуру, смотри. Приходите посмотреть. Я думаю, Аоки просыпается. Слизь слегка дрожит, ее поверхность покрыта ребью от движения. Я наклоняюсь еще ближе, так что мое лицо почти касается их. Привет, Ао, начинаю говорить я. Из ниоткуда я чувствую невероятную опасность и пытаюсь вернуться. Однако я не смог, так как внезапно я снова оказался на диване. Римуру сейчас стоит перед столом, сжимая маленький кулачек, который выглядит так, будто прошел бы сквозь меня, если бы я все еще стоял там. Эй, ну, это нехорошо. Не вздумай бить Ируму. Римуру отчитывает Аоки родительским тоном. Римуру ворчит, черт, это было близко. Рад, что мне не пришлось собирать все кусочки и возвращать его обратно, это было бы отстой. Это звучит едва слышно для меня. Я решаю не думать о том, что, как мне кажется, я подслушал, для моего же блага. Еще немного пошевеливаясь, остальная слизь принимает человеческий облик. Это определенно медленнее, чем когда это делает Римуру, похоже, что Аоки на самом деле с трудом это делает. Вау, хорошая работа. Чувак, ты действительно очень похож на меня и меня, не так ли? Хотя эти глаза другие. Римуру прав, Аоки действительно очень похож. Очень похожий цвет волос, хотя немного светлее и скорее постельно-голубой, чем серебристый. Самое разительное отличие, это глаза Аоки, они такие же постельно-голубые, а не золотистые, как у Римуру. Лицо Аоки тоже не совсем похоже на копию лица Римуру, но я все еще вижу сходство. На вид им около 2 или 3 лет, пухленький, симпатичный малыш, который прямо сейчас полностью обнажен. Я не хотел проверять это, но я также могу сказать, что физически они не мальчик и не девочка, совсем как Римуру. Самая странная часть, хотя, Аоки по какой-то причине пристально смотрит на меня. Что я сделал? Выражения лица неуловимые, но я все равно могу сказать, что я им не нравлюсь, и это не только из-за кулака, который мгновение назад чуть не соприкоснулся с моим лицом. По легкому взмаху руки на теле маленького Аоки материализуется одежда. Это мешковатая белая рубашка и пара коричневых штанов, которые доходили им до лодыжек и заканчивались. А, и еще пара милых маленьких сандалей на ножках Аоки. Ирума, ты вообще-то не против уйти? Я хочу немного побыть с Аоки наедине, теперь, когда они проснулись, точка. Римуру мягко спрашивает меня. Я понимаю. Пойду приготовлю себе завтрак, точка. Римуру от первого лица. Теперь. Аоки, ты можешь, пожалуйста, не пытаться никого убить, даже если они тебя разозлят. Я мягко ругаю их. Аоки скрещивают руки на груди и их мыкают, отводя взгляд на несколько мгновений. Затем, после этого, они пытаются несколько раз пошевелить ртом, прежде чем открывать и закрывать его. Затем они, наконец, говорят. П. Прородитель. Римуру точка. Что? Я м. Я думаю, что это рожденный магией эквивалент слова, родитель. Да, я твой отец, Аоки точка. Я гордо ухмыляюсь. Кто такой папа? Речь Аоки уже стала более уверенной, хотя и такой же простой. Ну, это значит, что я твой отец, хотя у нас, слезняков, таких вещей нет. Я чешу затылок, мне немного неловко. Нет. Римуру, мать. Римуру предоставил окружение и материалы. Сиэль предоставил информацию. Кажется, что малыш немного остекленел, когда его глаза осматривают все в комнате. Ах. Ты говоришь во многом как великий мудрец. Думаю, мне следовало этого ожидать точка. Я вздыхаю и слегка постукиваю пальцем по виску. Мы можем разобраться с этим позже. Пока, пожалуйста, не называй меня своей матерью. Аоки пристально смотрит на меня мгновение, прежде чем сказать. Отец умнее. Я сажусь на пол, скрестив ноги, и беру Аоки на руки. Ты определенно похож на Сиэля, не так ли? Я ворчу себе под нос, и Аоки отвечает милым небольшим наклоном головы. Примечание автора, теперь, пришло время для большого объявления. Вся эта история с Аоки была подготовкой к дополнительной книге. В качестве любезности слэш-тизера, я собираюсь поделиться прологом в качестве главы в этом фанфике, но с этого момента он будет отдельным.